Те же, которые к плоти пристрастились и любят суетность мира, послушай, что слышат от Господа? Тот, кто любит отца или матерь более нежели меня, не достоин меня. И еще, кто не несет креста своего и след меня грядет, не может быть моим учеником. Также, кто не отречется от всего своего имения, не может быть моим учеником. И так, желающий быть его учеником и явиться достойным его и силу от него получить против духов злобы, отстает от всякого плота угодливого обычая и обнажает себя от всякого пристрастия к вещественному. И таким образом подвизается против невидимых врагов за заповеди Господни, как сам Господь подал нам образец тому в себе. И тогда, как был искушаем в пустыне от начальника их, и тогда, когда являсь в мир во время всенародного служения, был искушаем от тех, которые действовали под влиянием их. Брат сказал, «Но, отче, заповедей Господних много, и кто может все их иметь в уме, чтобы подвизаться за все, особенно я, человек небольшого ума? Почему желал бы я услышать краткое слово, немногосложное правило, чтобы, содержа его, осадеивать мне свое спасение?» Старец ответил, «Хотя и много заповедей, брат, но все они совмещаются в одном слове, в следующем, «Возлюби Господа Бога твоего всей крепостью твоей и всем помышлением твоим, и ближнего твоего, как сам себя». Подвизающийся соблюдать это слово исправляет все за раз заповеди. Но кто не отрешится, как сказано впереди, от всякого пристрастия к вещественному, тот не может настоящим образом любить ни Бога, ни ближнего. Вместе к веществу быть пристрастным и Бога любить невозможно. И это внушал Господь, когда говорил, «Никто не может служить двум господам, и не можете работать Богу и мамоне, ибо насколько ум прилепляется к вещам мира сего, настолько порабощается им и презирает заповедь Божию, приступая ее небоязненно». Брат сказал, «Каким это вещам пристрастия, разумеешь ты, отче?» Старец ответил, «К яствам, к деньгам, к имуществу всякого рода, к славе, к родным и другим подобным». Брат сказал, «Да не Бог ли создал все это, отче, и дал людям на употребление? Как же он теперь не велит и касаться этого?» Старец ответил, «Точно, Бог создал все это и дал людям на употребление, и все от Бога, происшедшее хорошо. И затем нам дано, чтобы мы, хорошо тем пользуясь, угождали Богу. Но мы, будучи немощны и оземленены помышлением, предпочли вещественные заповеди о любви, пристрастившись к тому, ведемые из-за того брань с людьми. Надлежит всему видимому и даже самому телу предпочитать любовь ко всякому человеку, которая служит признаком и любви к Богу, как сам Господь показывает в Евангелии, говоря, «Если любите меня, заповеди мои соблюдите». Какая же это заповедь, соблюдши которую мы окажемся любящими Его? Послушай, что говорит Он опять. «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга». Видишь, взаимная друг к другу любовь составляет любовь к Богу, которая и есть исполнение всякой Божьей заповеди. Вот почему и повелевает Господь не только не пристращаться к вещам мира, но отрекать я от всякого имущества своего тому, кто истинно желает быть его учеником. Брат сказал, «Ты сказал, отче, что всему видимому и даже самому телу надлежит предпочитать любовь ко всякому человеку. Но как могу я любить того, кто меня ненавидит и отвращается от меня? Кто завидует мне, сплетает клеветы, строит козни, покушается сделать зло? Как могу я любить такого? По естеству судя мне кажется очень, что это невозможно, ибо чувство скорби естественно заставляет отвращаться от того, кто причинил скорбь». Старец ответил, «Для пресмыкающихся из зверей, вводящихся естеством, точно невозможно не отомщать, сколько силы есть, запричиненное им озлобление. Но для созданных по образу Божией, вводящихся разумом, удостоенных познания Бога и закон от Него принявших, возможно не отвращаться от оскорбляющих и любить ненавидящих. Почему и Господь, говоря, любите врагов ваших, добро творите ненавидящим вас и прочее, заповедует это, конечно, не как невозможное, но как возможное, иначе не полагал бы он наказание приступающему эту заповедь, что такая любовь возможна, самым делом показали то Господь и ученики Его, которые за любовь к ближнему подвязались даже до смерти и тепло молились за тех, которые убивали их. А мы, поскольку вещелюбивы и сластолюбивы и предпочитаем вещи и удовольствия заповеди, то по тому самому не можем любить ненавидящих нас, и не только это, но часто из-за них отвращаемся даже от любящих нас, оказываясь по нраву худшими зверей и присмыкающихся. Не мог же же таким образом последовать стопам Божьим, не можем мы познать и цель Его, чтобы отсюда заимствовать силу себе. Брат сказал, вот, очи, я оставил все, родство, имение, утехи и славу мира, так что у меня ничего нет, кроме этого тела. И однако ж брата, ненавидящего меня и отвращающегося от меня, любить не могу, хотя и нужу себя на деле не воздавать ему злом за зло. Скажи мне, что должно мне сделать, чтобы я возмог от сердца любить такого, да и всякого, каким-либо образом оскорбляющего меня и наветающего на меня. Старец ответил, невозможно любить оскорбляющего даже тому, кто отрекся от мира из всего, что в мире, если он истинно не познает цель Господню. Когда же даст ему Господь познать ее, и он возревнует ходить по указанию ее, тогда, возможно, он от сердца любить ненавидящего и оскорбляющего, как любили и апостолы, знавшие ее. Десять. Брат сказал, какая это цель Господня, растолкуй мне, прошу тебя, отче. Старец ответил, если хочешь познать цель Господню, слушай разумно. Господь наш Иисус Христос естеством Бог Сы и человеком садился, благоволивший по человеколюбию. Родившись от жены, был под законом по божественному апостолу, чтобы, соблюдши заповеди, как человек, уничтожить древнюю Адамову клятву. Зная, что весь закон и пророки висят на двух заповедях, возлюби Господа Бога твоего от всего сердца твоего, и ближнего, как самого себя, он так положил действовать от начала до конца, чтобы в совершенстве, по-человечески, однако же, соблюсти эти заповеди. Но прельстивший в начале человека и через то возымевший державу смерти, дьявол, видя, как во время крещения свидетельствовал о нем отец, и как он принял с небес, как человек сородного духа святого, и шел потом в пустыню искуситься от него, дьявола, всю брань обратил на него, не успеет ли сделать, что бы, и он благо мира предпочел любви к Богу. Зная же, что есть три вещи, около которых кружатся все человеческие желания и утехи, то есть яство, деньги и слава, которыми он всегда извергает людей в бездну погибели, этими тремя покушался он обольстить и Господа. Но Господь, явясь выше всего этого, грозно повелел, «Отойди от меня, сатана!» Это и есть признак любви к Богу, то есть чтобы стоять выше тех вещей, и сатана, не могши склонить Христа Иисуса, Господа, приступил ее из-за того, что обещал, всячески покушался потом, когда выступил Господь для всенародного действования, довести его до нарушения заповедей о любви к ближнему, действовать через беззаконных иудеев. Для этого, когда Господь учил путям жизни и делом показывал образец небесного жития, возвещал воскресение мертвых, и верующим обещал жизнь вечную и Царство Небесное, а неверующим угрожал вечными мучениями, подтверждение же истины словесства их творил дивное божественное знамение, призывая народ к вере. Он возбуждал беззаконных фарисеев и книжников к разным против него наветам, чтобы не стерпевши, как им чаялось, искушений, подвигся он ненавистью к наветникам, и он, злокозненник, достиг бы таким образом своей цели, показав его нарушителем заповеди о любви к ближнему. Но Господь, как Бог, зная его замыслы, не воспринимал ненависти к возбуждаемым от него фарисеям, ибо как это возможно, когда он естеством благ? А напротив, любовью к ним поражал его самого возбудителя их, так как они, подвергаясь вражескому возбуждению, могли не принимать его. И если принимали, то потому, что произвольно, по невниманию и беспечности склонялись на внушение возбудителя, то Господь вразумлял их, обличал, укорял, оплакивал, и в то же время не переставал всячески им благодетельствовать, злословимый благодушно сносил, страдая, терпел, показывал в отношении к ним всякие дела любви. Таким человеколюбием к возбуждаемому против него он поражал возбудителя. Дивная брань! Вместо ненависти показывает он любовь, и благости низвергает отца злобы. претерпев от них столько зол, истиннее же сказать ради их до смерти по-человечески подвязавшись за заповедь любви и одержав совершенную над дьяволом победу, восприял он наконец ради нас венец воскресения. И таким образом новый Адам обновил ветхого. Вот что значит слово изреченное божественным апостолом. Сие да мудрствуется в вас ежи и во Христе Иисусе Филипписам 2.5 Такова была цель у Господа чтобы отцу быть послушным даже до смерти как человеку ради нас храня заповедь любви а дьявола поражать страдая от него через возбуждаемых им книжников и фарисеев Так свободно давая будто на с тобой победу победил он вчаявшего победить его и исторг мир из его тиранства Так Христос распят был от немощи но сей немощи умертвил он в смерть и упразднил имущего державу смерти Так и Павел немощи стволал сам себе и хвалился в немощах да вселится в него сила Христова Изучив образ этой победы Святой Павел говорил когда писал кефесянам Наша брань не против крови и плоти но против начальств против властей и прочее и тем который имеет брань с невидимыми врагами заповедал взять броню правды шлем упование щит веры и меч духовный да возмогут все стрелы лукаво разожженные угасить делом же показывая образ этой брани говорил я не так бегу как на неверное но как наверное не так чтобы бить воздух но смиряя и порабощая тело мое дабы проповедуя другим самому не оказаться недостойным и опять до нынешнего часа и алчим и жаждем и наготуем и страждем еще в труде и подвиге в бдениях многократно в холоде и наготе 15 такое же брани воевал он и с демонами возбуждающими похоти плотские отгоняя их измождением своего тела показывая же нам самым делом образ победы над теми демонами которые борют на ненависть и для того нерадивейших подвязают воздвигают против благочестивых чтобы будучи ими искушаемы они возненавидели их и тем приступили заповедь любви говорил укоряем и благословляем гоним и терпим хулим и утешаемся как отребия миру бывши и на попрании доселе демоны для того внушали укорять злословить и гнать апостола чтобы подвигнуть его на ненависть к укоряющему злословящему и гонящему имея в цели довести его до преступления заповеди о любви а апостол не ведая умышления их укоряющих благословлял гонящих терпел хулящих умолял отстать от возбуждающих на это демонов и присвоиться благому богу и сим образом брани демонов научающих злу поражал он всегда благим побеждая злое по подражанию спасителю этим образом он и прочие апостолы весь мир отторгли от демонов и присвоили богу своим поражением побеждая тех которые думали что одержали победу итак брат если ты будешь держать ту же цель то возможешь и ты любить ненавидящих тебя а если не будешь то невозможешь ибо иначе это невозможно брат сказал поистине отче так есть а не иначе и для этого то господь поносимый полонитом ударяемый и другими подвергаясь страданиям от иудеев все сносил об этих как творящих по неведении и прещенных сожалея как и на кресте говорил отче отпусти им ибо не знает что творят над вселукавством же и прелести дьявола и князей его торжествуя на кресте победу так как даже до смерти выдержал против них подвиг за заповедь любви как сказал ты эту над ними победу он нам подарил и разрушив державу смерти воскресение свое всему миру даровал в жизнь но помолись обо мне отче чтобы я мог совершенно познать цель господа и апостолов его и потом трезвиться во время искушений не неразумевая умыслов дьявола и демонов его старец сказал ему на это если будешь всегда иметь в мысли сказанное то возможешь не неразумевать умышления лукавого но когда уразумеешь что как ты искушаем бываешь так и брат искушается то искушаемому брату прощай а искушающему дьяволу желающему ввести тебя в ненависть к брату искушаемому противостой не поддаваясь его козням это самое внушает и Яков брат Божий когда говорит в послании покоритесь Богу противостаньте дьяволу и убежит от вас и так если как сказано будешь ты всегда содержать в трезвенной мысли изложенной выше то возможешь познать цель Господа и апостолов его и людей любить сострадая им когда они неправо действуют а лукавым демонам всегда противоборствовать посредством любви если же мы с тобой будем распущены беспечны нерадивы и помысл свой придадим плотским удовольствием то не против демонов будем вести брань а против себя и братьей демонам же угождать будем ради их воюясь с людьми брат сказал так отче всегда от нерадения моего берут демоны случай против меня восставать но прошу тебя отче скажи мне как должен я стяжать трезвение старец ответил совершенное беспопечение о земном и всегдашнее поучение в божественном писании приводит душу страх божий страх же божий приводит трезвение и тогда душа начинает видеть как демоны воюют против в ней посредством помыслов и отражать их о чем говорил и Давид и на врагов моих возрит око мое такому противоборству демонам возбуждая учеников своих и верховный апостол Петр сказал трезвитесь и бодрствуйте потому что дьявол ваш противник как лев рыкающий ходит ища кого поглотить противостаньте ему твердой верою и Господь сказал бодрствуйте и молитесь чтобы не впасть в искушение так же экклесиас говорит если дух владеющего найдет на тебя то место твоего не оставляй 10-4 вместо же ума есть добродетель ведение и страх Божий дивный наконец апостол очень трезвенно и мужественно подвизавшийся говорил ходя во плоти не по плоти воинствуем ибо оружие нашего воинства не плотские но сильные Богом на разорение твердынь не излагая помышлений всякого взношения взимающиеся на разум Божий и пленяем всякий разум в послушании Христу в готовности имуще отмстить всякое прислушание 2 Коринфянам 10-3 так если и ты будешь подражать святым и притрудно упразднишься от всего для Бога то будешь трезвен брат сказал что должно делать чтобы возмочь непрестанно быть с Богом старец ответил невозможно уму всегда быть с единым Богом если не стяжет он следующих трех добродетелей любви воздержания и молитвы любовь укращает гнев воздержание иссушает похоть а молитва отрешая ум от всех помышлений нагим представляет его самому Богу эти три добродетели совмещают в себе все правды и без них ум не может пребывать с единым Богом 20 брат сказал прошу тебя отче научи меня как любовь укращает гнев старец ответил дело любви миловать ближнего и благодетельствовать ему долго терпеть на нем и сносить все причиняемое им как часто было говорено имея такие свойства любовь естественно укращает гнев в том кто стяжал ее брат сказал немало дела ее но блажен тот кто возмог стяжать ее я же поистине далек от нее однако прошу тебя отче скажи мне что значит долго терпеть старец ответил быть твердым духом в несчастьях сносить всякое зло и ждать конца искушения не позволяя проторговаться гневу проторгаться или сказать неразумное слово или заподозрить что или подумать что неприличное благочестивому человеку как говорит писание до времени стерпит долготерпеливый а напоследок воздаст ему веселье до времени скроет словеса свои и уста верных исповедует разум его серахов 1.23 таковы свойства долготерпения и не это только но еще и то чтобы себя самого считать причиной искушения есть свойства долготерпения а может быть и в самом деле так есть причина в нас ибо многое случающегося с нами случается в научении нас или в очищении прошедших грехов или в исправлении настоящего нерадения или в предотвращении будущих падений кто помышляет что искушение случилось с ним для чего-либо одного из показанного тот не станет гневаться будучи бием особенно когда сознает при этом за собой грехи не станет обвинять того через кого искушение ибо через него или через другого всячески он должен был пить чашу судов божиих но к Богу возрит умом и возблагодарит его попустившего искушения обвиняя себя одного и охотно принимая вразумление как поступил Давид в отношении к семьею и в отношении к жене а неразумный часто просит у Бога милости когда же приходит милость не принимает потому что пришла не так как ему хотелось а как судил полезным врач душ почему малодушествует метется и то на людей гневается то на Бога изрыгает хулу и таким образом и неблагодарность обнаруживает и врачевства от вразумительного жезла не получает брат сказал хорошо истолковал ты отче но прошу тебя скажи мне о том как воздержание иссушает похоть старец ответил воздержание учит воздерживаться от всего что по необходимости и потребны по необходимой потребности удовлетворяет а только доставляет удовольствие не позволяет касаться ничего кроме необходимого для жизни не дает гоняться за приятным а велит искать лишь полезного и пищу и питье соразмерять с нуждою не допускать в теле собираться излишней мокротности и только жизнь тела поддерживать соблюдая его свободным от похотных стремлений вот вот как воздержание сушает похоть напротив удовольствие обилие пищи и питья разгорячают чрево и возжигают сильнейший позыв срамной похоти и влекут человека как неразумное животное к беззаконному смешению тогда глаза бывают бесстыжи руки необузданы язык говорит только то что чешет слух и ухо охотно слушает только суетное ум не бережет о Боге и душа не только мысленно содевает блуд но и тело увлекает к неподобному деянию брат сказал истина так отче но прошу тебя научить меня и молитве как она отрешает ум от всяких помышлений старец отвечал помышления наши суть мысли о предметах из которых одни чувственны а другие умственны занят будучи ими ум носит в себе и перебирает мысли о них благодать же молитвы с Богом сочетывает ум и сочетавая с Богом отрешает от всех помышлений тогда ум нагим беседуя с Богом соделывается боговидным ставший же таковым он просит у Бога боголепного и никогда не погрешает в прошении своем всегда получает просимое апостол потому и заповедует непрестанно молиться чтобы чаще сочетавая ум с Богом мало помало отбросили мы пристрастие к вещественному 25 брат сказал но как ум может непрестанно молиться ибо когда поем или читаем когда беседуем с кем или служим кому тогда естественно развлекаем его многими помышлениями и представлениями старец ответил божественное писание не повелевает ничего невозможного сам апостол через коего изречено это и пел и читал и исправлял дела служения своего апостольского и однако непрестанно молился непрестанно молиться значит содержать ум прилепленным к Богу с великим благоговением и теплым желанием висеть на уповании на него и о нем дерзать во всем в делах и приключениях так расположен будучи апостол говорит кто отлучит нас от любви Божией скорбь или теснота и прочее и немного спустя известно что ни смерть ни жизнь ни ангела и опять во всем скорбя да не стужаем си терпя будучи в отчаянных обстоятельствах не отчаиваемся будучи гоним и не погибаем но с ним всегда мертвость Господа Иисуса в теле своем да и жизнь Иисуса в теле нашем явится так расположен будущий апостол непрестанно молился ибо во всех как сказано делах и приключениях своих висел на надежде Божией да и все святые всегда радовались скорбям в чаянии через них прийти в навыкновение божественной любви поэтому то апостол и говорил для меня же похвалиться в немощах моих да вселится в меня сила Христова и немного ниже когда я немощен тогда силен но горе нам бедным что оставили путь святых отцов и от того пусты от всякого духовного дела брат сказал отчего это очень не имея сокрушения старец ответил от того что у нас с тобой нет страха Божий перед очами нашими от того что сделались мы убежищем всякого зла и страшные Божии угрозы презираем как пустые представления иначе как не сокрушаться бы слушая как например Моисей говорит от лица Божия о грешниках что огонь возгорится от ярости моей разжется до ада преисподнего земля пожрет и жито ее попалит основание гор старозаконе 32.23 и еще и застрю на вас меч мой и примет суд рука моя и воздам месть врагам моим и ненавидящим меня воздам или как вопьет Исайя отступили иже всего небеззаконницы примет трепет нечестивый тщетный будет крепость духа вашего огонь пожрет вас кто возвестит вам что возгорается огонь кто возвестит вам место вечное 33.14 и опять и изыдут и узрят трупы человеков приступивших против меня червь их не умирает и огонь их не угасает и будут в позор всякой плоти 66.24 Исайя или как говорит Иеремия дайте Господу Богу вашему славу прежде даже не смеркнется и прежде даже не приткнуться ноги ваши горам темным и пождете света и вот там сень смертная и положено будете во мрак 13.16 и опять слушайте это люди безумные и не имеющие сердца имеющие глаза но не видящие и уши имеющие но не слышащие меня ли не боитесь говорит Господь и от лица ли моего не устыдитесь 5.21 и еще накажет тебя отступничество твоей злоба твоя обличить тебя и узнаешь и увидишь сколько зла и горести тебе что ты оставила меня говорит Господь я насадил тебя виноградник плодоносный весь истинную как же ты превратилась в горесть виноград чуждый 2.19 Иеремия и опять не сидел я в сон ми их играющих но убоялся от лица руки твоей наедине сел как горести исполнил ими Иеремия страшного суда говоря я видел доколе были поставлены престолы и воссел ветхие днями и одежда его белая как снег и волосы головы его как волна чистая престол его пламень огненный колеса его огонь палящий река огненная протекала выходя перед ним тысячи тысяч служили ему и тьмы тем предстояли ему судьи сели и книги открылись то есть дела каждого и опять видел во сне ночи и вот на облаках небесных как сын человеческий шел и был подведен до ветхого днями и пред него приведен и тому дадена власть и честь и царство и все люди племена языки тому поработают власть его власть вечная которая не предет и царство его не рассыплется вострепетал дух мой в состоянии моем я Даниил и видение головы моей смутили меня кто не убоится слыша что говорит Давид однажды сказал Бог и дважды слышал я что держава у Бога и твоя Господи милость ибо тебе воздаст ты воздашь каждому по делам его и опять что говорит эквесиаст конец слова слушайте все вот в чем суть бойся Бога и заповеди его храни в этом все для человека ибо всякое творение всякое дело приведет Бог на суд и за всякое погрешение доброе оно или худое кто не вострепещет слыша подобное же от апостола который говорит подобает нам всем явиться присудилище Христова чтобы каждому получить соответственно тому что он делал живя в теле доброе или худое да